Олег Германович, Союзное государство выступало фундаментом для образования таможенного союза и единоэкономического пространства и не утратило свои роли. А как будут обстоять дела с возникновением Евразийского экономического союза? Не поступится ли Союзное государство своими функциями и не станет ли чисто социальным проектом? Ну, сам факт, если этот проект и является, и будет являться социальным, это уже немаловажно. Потому что даже до сегодняшнего дня, по-моему, с вопросами о пособиях по материнству и так далее, там для голосов России, по-моему, вопросы еще нерешенные и так далее. То есть социальная составляющая проекта – это колоссальная, на самом деле, значимая вещь. И двигаться дальше, чтобы этот социальный проект развивался, конечно же, безусловно, необходим. Второе, мы говорим… Это ограничен только социальный проект? Нет, ну есть же все возможные союзные программы, но здесь я уже говорил о том, что я абсолютно убежден, что рано или поздно вот это Евразийский экономический союз с Арменией или без Арменией, я думаю, что совместно, и двойка все-таки придут к некому единому статусу. Это движется в одном направлении. Вопросом по-прежнему является участие Украины, все это прекрасно понимают. И как только этот вопрос будет в той или иной степени решен положительно, причем я подчеркиваю, в той или иной степени, потому что там могут быть какие-то оговорки, какое-то, какого-то ассоциированного членства и так далее, но с решением этого вопроса, на мой взгляд, выровняется и различие между нашей двойкой и Евразийским экономическим союзом. Думаю, что движение в любом случае позитивное, оно в любом случае позитивное. Даже если на уровне Союза Белоруссии и России определенных шагов развития, крупных, скажем так, нет, тем не менее накапливается потенциал этого развития. Знаете, я приведу пример, как было с федеративным договором 1992 года в Российской Федерации. С развалом Союза многочисленные бывшие автономии стали требовать статусу бывших союзных республик, на что их наценивало все время законы Горбачева-Лукьянова 1990 года, что они должны быть приравнены по статусу к союзным республикам. Через параду суверенитетов Чеченская и Чеченгышевская республика вообще вышла, так сказать, да, из состава Российской Федерации развивала свои независимости. Были проблемы там в Сатарстане, Башкирии, Якутии, Калмыкии и так далее, и так далее. И историческое значение имело подписание федеративного договора в марте 1992 года в Российской Федерации. Вот это был пример, беспрецедентный пример, когда договорились о компромиссе. И компромисс этот, он был тогда немножко перекошенным. Конституция 1993 года его эти перекосы установила. Но самое главное, что нам удалось абсолютно мирно, путем парламентскими средствами, политическими средствами в 1992 году, предотвратить распад Российской Федерации. И, на мой взгляд, подписание всех трех договоров о Союзе Белоруссии и России 1996-1997-1999 годов это сопоставимо по историческому значению с этим федеративным договором. Только это примитивно уже к наследию Союза СССР. Вот это то, что остановило процесс распада. Действительно. И историческое значение этого огромное. То, что дальше это будет обогащаться экономическими соглашениями, введением единой валюты, созданием национальных органов, это совершенно однозначно. Это неизбежно. Поэтому, конечно, политически сегодня многое зависит от того, как у нас будут выстраиваться отношения с Украиной как потенциально, как мне кажется. Опять же говорю, это мое независимое мнение. Я сегодня не являюсь ни депутатом, но внимательно отслеживаю все эти процессы, потому что и Конституция Российской Федерации мне близка, и не чушь Союза Белоруссии России. То есть эти ключевые стратегические документы были в свое время приняты при моем участии. И, конечно же, я сохраняю внимательный взгляд, заинтересованный взгляд, за тем, как развиваются эти процессы. И, кстати говоря, думаю, что все наши граждане на своем посту не обязательно для этого быть депутатом. Эти вопросы нужно себе задавать, участвовать в обсуждениях, интересоваться, поддерживать. Потому что вопрос интеграции – это не вопрос только лишь официальной политики. Это вопрос, который на уровне, что называется, вот, grass roots, да, корней травы прорастает. И это очень важно.